Здравствуйте, тесногорцы! Сегодня у нас в прямом эфире глава администрации нашего города Вячеслав Владимирович Сидунков Он в прямом эфире за все время своего руководства первый раз Поэтому не судите нас строго Мы будем вести беседу И если вдруг вам захочется в ней поучаствовать То сделать это очень просто Телефон наш 7-22-01 Вы можете позвонить и задать свой вопрос Вот А у меня вот на самом деле Для начала вопрос к Вячеславу Владимировичу такой Вот у нас год заканчивается Да, вот уже все как бы Подводить итоги, праздничное настроение Вот как мы прожили всем городом этот год? Во-первых, добрый вечер, Евгения Добрый вечер, десногорцы Год мы прожили практически Осталось буквально несколько дней Достаточно успешно Хотя Хотя Все мы знаем ситуацию объективную И в стране, и в регионе И что уж тут скрывать Наш город она тоже не обошла стороной Стартовали мы в этом году В достаточно стесненных суровых условиях В сравнении с предыдущими годами Для начала можно хотя бы сказать о том, что Доходная часть бюджета в этом году Была на 70 миллионов меньше, чем в прошлом году Что, соответственно, накладывало на нас Определенные ограничения Что было понятно В 2014 году она тоже уменьшилась на 30 миллионов По сравнению с 2013 Все это происходит благодаря Ну или взаимосвязи С перераспределением налоговых доходов Изменен областной закон О доле налогов, которые отчисляются в местные бюджеты По сравнению с долей, которая отчисляется в областной В связи с чем Соответственно, начинали мы этот год уже в условиях ограниченных Нам пришлось затянуть пояса И, к сожалению, подверглись практически полному секвестру Целый ряд муниципальных программ Такие, как программа дорожного развития Такие, как программа ремонта дворов Такие, как программа энергосбережения Программа жилищная Были практически в ноль сокращены Программа безопасности дорожного движения Важная программа, направленная на поддержание И улучшение условий на наших дорогах К сожалению, тоже у нас была сокращена В ноль практически Целый ряд программ подвергся урезанию Причем это были такие для нас Существенно важные программы Как обеспечение транспортной доступности Это субсидирование транспортных услуг На маршрутах нашего города К сожалению, нам пришлось сократить И мы меньше в этом году Смогли обеспечить наших школьников Летним отдыхом В прошлом году нам это удалось чуть лучше Конечно, не обошлось без Ужимания собственных поясов В принципе, все наши учреждения Практически вдвое Урезали свои и без того Небольшие затраты На содержание Начиная с ГСМа, канцелярии И прочее, прочее, прочее Вот в таких условиях мы стартовали Но что хотелось бы сказать Несмотря на вроде такие трудные условия Все социальные программы Все программы, которыми живет город Образование, культура, спорт Поддержка социальная Они у нас все остались существовать И в этих условиях У нас достаточно много Высоких результатов в этих областях Ну поконкретнее Вот можно, скажем так Можно, можно Вот несмотря на то, что Дорожная программа у нас К сожалению, в бюджетном Совсем не смогла быть предусмотрена Мы все понимаем, что Дороги Это городские артерии Это самый важный Внешний элемент Жизни города Тем более, что у нас Они очень ограничены Кроме автомобильной дороги Связи с миром нет практически Ну, никакой Ну, здесь Нам очень подмогли Наши предыдущие заслуги Последние 4 года Мы в городе занимались Ремонтом дорог И ремонтом Преимущественно капитальным С постепенным уменьшением Ямочного Поэтому городская инфраструктура У нас подошла В этом плане В плане магистралей Подготовленная Но все мы знаем О проблемах Которые С самого начала года Мы испытывали С въездом в наш город И многочисленные обращения Граждан Многочисленные наши обращения Нашли, к счастью Поддержку в областной администрации И благодаря Вмешательству и помощи Алексея Владимировича Островского Губернатора Смоленской области Нам удалось Отремонтировать Въезд в город Который сегодня Радует И наших гостей И наших Жителей И во многом Радует Огромную Массу Просто людей Которые приезжают В наш город работать С утра Можно обратить внимание На такой массивный Большой трафик Машин Которые движутся В наш город Кроме того Проведя эти работы Путем аукционных процедур Нам удалось Сэкономить От первоначальной суммы Достаточно существенный Объем И на сэкономленные деньги Нам удалось Сделать еще Дорогу Отремонтировать Это наша популярная дорога На садоводческие товарищества В сторону Кукуевки Да Очень заметно Особенно вот к осени Стало очень удивительно Что она так похорошела Как-то Необыкновенно Это связано С аукционными процедурами Изначально нам Дали средства Только на одну дорогу Соответственно Пока мы провели Аукцион на нее Только после него Получили экономию И после этого Стартовали новые Аукционные процедуры Уже по новому объекту Но нам удалось Это И я думаю Что В этом Скажем так Моральное удовлетворение Получили Не только Городские власти Но и горожане Или в первую очередь Горожане Потому что Ради них Все это И делалось Что хотелось бы сказать По нашим успехам Как я уже сказал Вся остальная жизнь Города Сфера образования Спорта Культуры Не только Продолжала Развиваться Но и Осваивала новые высоты Достигала новых высот Очень неплохих результатов Так как в бюджете Средств нет Нам удалось достичь Путем привлечения Сторонних средств В том числе В этом году Мы участвовали И неоднократно В социальных проектах Госкорпорации Росатом Концерна Росэнергоатом За эти средства Нам удалось провести В том числе Ремонтные работы И в Доме детского творчества И мероприятия провести И в городской библиотеке По линии образования Здесь уже наши Демографические Есть позитивные новости У нас Постоянный идет Прирост населения Десногорск город Достаточно молодой И рождаемость у нас Неплохая Превышает смертность Поэтому в этом году В школах У нас было на 46 учеников Больше чем в прошлом У нас уже почти 3000 учеников В этом году Пошли в школы Это не может не радовать У нас идет Прирост в том числе По начальным классам Но количество Должно уже переходить В качество И оно у нас переходит В этом году 157 человек Выпускников наших Которые сдавали ЕГЭ 156 из них Сдали его успешно Один Обучающийся из центра образования Это наша Вечерняя школа Не сдал Один экзамен По причине неявки Но там у него семейные обстоятельства То есть Получается 100% Все таки Да Вот они осилили Это сложный такой процесс Как сдача ЕГЭ Более того Более того В этом году Мы средний балл По ЕГЭ По городу Подняли Сразу на 7 баллов По сравнению с предыдущим Поэтому Качество образования У нас растет В этом году Мы кстати Проходили лицензирование По всем нашим Образовательным учреждениям И аккредитацию На сдачу Итоговых Итоговые аттестации И все наши Образовательные учреждения Прошли Это какие-то Особенные критерии Которые предъявляются Скажем так Министерством образования Которые вы В обязательном порядке Должны выдержать И никак по другому Конечно Вы же знаете Сейчас идет реформа Образования Соответственно Новым законам По образованию И поэтому Новые требования Нарастают И нарастают И нарастают И конечно Этим высоким требованиям Наши образовательные учреждения Все соответствуют Кроме того Кроме того В рамках Опять же Реформы образования Мы сейчас Внедряем Повсеместно В ГОС Так называемые Федеральные государственные Стандарты образования И сегодня У нас 70% обучающихся Все ученики С 1 по 7 класса Уже обучаются По новым Федеральным стандартам Образования И есть у нас Скажем так Мы немножко Забегаем вперед Не забегаем Мы движемся В правильном направлении У нас уже есть Пилотный проект В первой школе Восьмой класс По новым Стандартам Образования Обучения Что это значит Немножко Чтобы было Интересно Послушать Это государственный Стандарт Это какие-то Рамки такие Очень жесткие Или что это Да Разрабатываются Новые Учебники Разрабатываются Новые методики И количество часов Изменяется То есть Изменяется Подход Предметный В этом плане Нужно ведь Как-то Переподготовить Наверное Преподавателей Чтобы они Это у нас Постоянно происходит Чтобы они Соответствовали Эти В ГОС Конечно На одних учебниках Никуда не выйдешь И наши педагоги Постоянно Повышают Квалификацию И сегодня На новые Федеральные стандарты Образования У нас уже С 90% Учителей Прошли Аттестацию Кроме того Хотел бы отметить Серьезные мероприятия Которые мы В этом году Реализовывали По Такому важному Направлению Как доступная Среда Из четырех Общеобразовательных Школ У нас сегодня Три школы Полностью Оборудованы Для обеспечения Занятий Лиц С ограниченными Возможностями И в том числе Два образовательных Учреждения Вторую и четвертую Школу Мы как раз В этом году Закончили Большую программу Выполнять При поддержке Области Из федерального Бюджета Были выделены Из федерального И части Областного В общей сложности Четыре миллиона Рублей На которых Мы провели Целый ряд мероприятий Начиная от Устройства Пандуса В наших школах Во второе В четвертой Вы знаете Очень высокие Мы делали Об этом Целый сюжет Мы выходили Смотрели Это нечто Действительно Солидное Достойное И радует Глаз И чувствуется Как это удобно Ведь крыльцами Там не ограничилась Эта работа Там подготовлены Классы Для занятия Лиц с ограниченными Возможностями Как имеющих Ограничения По слуху Так имеющих Ограничения По зрению Так имеющих Ограничения По передвижению У нас Подготовлены Все условия Для того Чтобы Обеспечить Такие условия Занятия Кроме того Кроме того Мы реализовали Здесь уже С помощью Привлечения Шефских средств Опять же Мероприятие По доступной среде В нашу городскую Библиотеку Спасибо Нашим Городским Предприятиям Конкретно Предприятию Малая механизация Нам Выполнили Пандус В качестве Шефской помощи Кроме того Мы Продолжаем Работу С нашей Молодежью В плане Работы с Неблагополучными Или Работы с Правоохранительными Органами В первой школе Мы открыли В этом году Класс инспектора По делам Несовершеннолетних То есть Теперь Подростки Имеют Возможность Пообщаться В привычной Среде В школе С Сотрудниками Правоохранительных Органов Для решения Тех или иных Проблем На самом деле Достаточно Необычная Такая Программа Полицейский В среде Школьной Даже просто интересно Есть обратная Связь какая-то Обращаются Дети Обращаются Обращаются И на самом деле Программа Действительно Необычная Поскольку В области Аналогов Практически Нету Но Она активно Поддержана У нас И департаментом Образования Активно Поддержана Управление Внутренних Дел Смоленской Области И Результат Который Мы ждали Есть На самом деле Действительно Пользуются Популярностью Посещают Там Дежурят То есть Не на Постоянной Основе Там Есть Часы Присутствия Сотрудников Подразделения По делам Несовершеннолетних И Есть Обращения В том числе И Бывают Родители Приходят Тоже В школу В этом плане Мы Движемся Навстречу Подросткам И Я думаю Что В этом Есть Не только Смысл А и Большая Польза Хотелось Бы Конечно Как можно Не сказать О нашей Гордости В этом году В третьей школе При поддержке Опять же Росатома Мы Открыли Замечательный Высокотехнологичный Атом Класс Мы проводили Буквально Недавно Областное Совещание По образованию И Педагоги И Представители Комитетов По образованию С области Съезжались И Здесь Конечно И Мы С удовольствием И гордостью Демонстрировали Возможность Нашего Класса С огромным Интересом Его Изучали Педагоги Преподаватели Специалисты Сферы образования Областных структур Районов Наших соседей Поэтому Занятия Которые позволяют Там проводить Нашим школьникам Позволяют им Не только В более доступной Сфере Познать И математику И физику Но и на практике Применять Те опыты Те изучаемые темы Которые Звучат только Теоретически Как правило Он больше Похож Скажем так На Лабораторию Где можно Все это Применить Действительно На практике Подтверждение Скажем так Всех этих Физических законов Которые Пощупать руками Достаточно сложно Да Но физика Это на самом деле Чрезвычайно Интересный предмет И Когда Действительно Удается Увидеть Услышать Потрогать Я думаю Что все это Будет способствовать Это ведь ваша родная школа Вам наверное Особенно приятно Что именно Ваша школа Конечно Мне особенно приятно Сразу хочу сказать Что Никакого Моего содействия Или Благоприятствования В этом процессе В отношении Моей родной школы Не было Так сложились Соответственно То что это Произошло Да В школе В которой я учился Из которой я выпускался Здесь конечно Мне приятно В этом году Как раз Школа отпраздновала Свой юбилей Тридцатилетний И Это получилось Вот таким подарком Школе Подарком Не только приятным Но и очень Очень полезным Повезло школе И повезло вам К юбилею Мне повезло Жить В нашем прекрасном городе Мне повезло Работать С людьми Которые Так же трепетно Относятся К нашему городу И мне повезло С тем Что я не один Люблю наш город Что наши горожане Тоже очень Относятся к нему С вниманием Пониманием И любовью В качестве примера Скажу Вот Когда мы проводим Мероприятия Культурного направления Празднования Общегородские Дня города День молодежи День молодежи И за страну Совета руководителей При поддержке Андрея Винальевича Петрова При поддержке Предприятий города Мы преобразили Мы преобразили Просто преобразили Реконструировали И мы показывали И мы показывали Как выглядит музей В Десногорске Все были действительно Очень удивлены И сказали Что нам очень Повезло Ну Это же опять Мы возвращаемся Мы возвращаемся К тем людям Которые уделяют Внимание Своему городу По мере возможностей Кто-то Участием В городских Субботниках Кто-то Участием В наших Праздниках В наших Акциях Которые мы Проводим Кто-то В волонтерском Движении А кто-то Работая В составе Своих предприятий Во главе Своих предприятий Оказывая Помощь Городу Большую работу В этом году Мы провели В рамках Международного Сотрудничества У нас есть Традиционные Международные Связи С белорусами С Могилевским Районом С Чаусским Районом И в этом году Мы подписали В мае Традиционное Соглашение О торговом И культурном Сотрудничестве Это связь И взаимодействие У нас уже давняя И Здесь у нас И торговые Бывают Представительства И магазины Представлены И выездные Ярмарки Проводятся С белорусскими Товарами Школьники Участвовали В этом году У нас был Замечательный Слет Отечества Международный Международный Он звучал Как раз В том числе Из-за того Что там Участвовали Наши друзья Из Чаусского Района А вообще География Городов Была Очень широко Представлена Начиная От наших Ближайших Соседей Ершича и Росуль И Сосновый Бор Ленинградская Область И белорусские Наши друзья 100 Детей Очень продуктивно Очень насыщенно Провели Время В этом лагере Вдали От городской Суеты Жили в палатках Соревновались И Такие отзывы Оставили По завершении Смены Что Все остались Довольны И мы И дети Главное дети Главное конечно А у нас Между тем Есть телефонный Звоночек Мы сейчас Послушаем Алло Вы меня слышите? Сейчас Секунду Ой-ой-ой Вы наверное Очень близко К телевизору Стоите С телефонной трубкой Да? Все Тарифы Рассчитаны На Нанимателя А не на Собственника Будет ли Изменены Когда-то Тарифы На собственника Это раз Во-вторых Значит Мы платили Весь 14-й год Как наемное Жилье По 7 рублей 12 копеек Будет ли Компенсирована Вот эта Цифра Этот тариф На наемное Жилье Будет ли Изменено На собственника Тариф Или нет В этом году Спасибо Алевсина Спасибо Здравствуйте Я вас узнал Что касается Установления Тарифов И Коммунальных Платежей Действительно Нашим городским Советом Устанавливаются Тарифы На Жилищно-коммунальные Услуги Только для Нанимателей Это Муниципальное Жилье Которое Находится В городской Собственности И в Которое Проживают Люди На условиях Найма Только Такие Права У Муниципалитета И есть Наши Управляющие Компании На Основании Пунктов В договорах На Основании Иной Применительной Практики Используют Тарифы В качестве Равнозначных Для Всех Собственников Многоквартирных Домах Но Как вы Знаете Жилищный Кодекс Предусматривает Что Жители Собственники В многоквартирных Домах Сами Управляют Своим Жильем Начиная От Выбора Компании Которая Будет Обеспечивать Управление Их Жильем Которая Будет Исполнять Их Волю До Установления Тарифов Поэтому Собственники Соответственно Жилищным Кодексом На Своих Собраниях Могут Организовать И Принять Или Изменить Тарифы По Которым Они Будут Усуществлять Коммунальную Плату За счет Которой Будет Содержаться Их Жилье Примеров В нашем Городе К сожалению Я на Сегодняшний День Не знаю Таких Где бы Собственники Собрались На Собрание И Сами Установили Для себя Тарифы Но Такая Позиция Прописана В федеральном Законодательстве В жилищном Кодексе И Конечно Она может Быть Применена Нашими Собственниками Хотел бы Уточнить Что Плату Которую Платят Собственники В качестве Коммунальной Она не поступает В городской Бюджет Она поступает Управляющим Компаниям И идет Как раз На нужды Содержания Тех Новый Домов Которых Проживают Собственники Или В данном Случа Наниматели То бишь Все Деньги Которые Собственники Заплатили За свои Коммунальные Коммунальные Услуги Которые Они потребляют Попадают Непосредственно На счет Именно Того Многоквартирного Дома Где они Проживают Я правильно Понимаю Здесь мы Немножко Разделим Во-первых Вот Коммунальный Платеж Я сказал Это такое Универсальное Выражение Хотя Реально Два Вида Платежа Которые Возложены На Собственников Это Коммунальные И жилищные Услуги Коммунальные Услуги Это услуги По употреблению Коммунальных Ресурсов Вода Горячая Холодная Отопление Канализование А жилищные Услуги Это как раз Услуги По содержанию Жилья Это по Ремонту Дома По уборке Дома По расчистке Дворовой Территории И так далее И так далее Вот Поэтому Не совсем Значит Коммунальные Платежи У нас Идут Энергоснабжающим Компаниям А вот Жилищные Платежи Как раз Поступают На счет Управляющей Компании Для того Чтобы осуществлять Управление Я все поняла Это услуги А это Содержание Дома Поэтому Касаемо Второго Вопроса Алифтина Васильевна Будет ли Произведена Компенсация Или Перерасчет Муниципалитет Не взимает Этих денег И не Производит Расчеты За Коммунальные Услуги За Жилищные Услуги Нанимателей Расчет Надо понять Что это Простые Достаточно Простые Договорные Отношения Собственник Жилья Как заказчик Услуг Платит Исполнителю Его Управляющей Компанией Администрации Нету В этом Круге Ни в финансовом Ни в регулирующем Органе И Даже Ту ставку Тарифа Который Установлен для Нанимателя Ее принимает Не администрация Ее принимает Дезинамерный Городской совет Это Представительный орган Это надо понимать Что это Другая Вета Власти Это Не ваше Полномочие Устанавливать Тарифы Менять Их Уменьшать Делать Компенсации Либо Перерасчеты Это Не функция Администрации Все понятно Я надеюсь Мы Достаточно Ответили Что Я за это Не отвечаю И здесь Я ничего Сделать Не могу Я тоже Надеюсь Хотел бы Чем еще Поделиться Конечно На образовании И на культуре И даже на культуре Наша городская жизнь Не закончилась Хотел бы Немножко Еще рассказать Вам придется Немножечко Прерваться Потому что У нас опять Есть телефонный звонок И послушаем Чем же сегодня Еще у вас порадует Алло Да мы слушаем вас Я бы хотел вопрос Задать Наша глава Администрации Знает Какое состояние Дорог В 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 Спасибо вам большое Мы услышали Ваш Кстати Вячеслав Владимирович Я вам хочу сказать Что Предварительные Телефонные звонки Вопросы Которые мы собирали Действительно И мы вам вопросики Отсылали Это На самом деле Наших жителей Волнует В том что Мы привыкли К тому что У нас всегда В дворах Красиво и хорошо Тем более Дороги Вы привели в порядок Все это так Замечательно И на фоне этого Дороги Внутри дворов Они Выглядят Плачевно На самом деле Нагрузка на них Очень большая Транспорта Очень много Вот И Очень много Как раз Вопросов Которые мы Получили От Сногорцев Это Касается Именно Дорог Так что Отвечайте Глава Хорошо Значит Что касается Прямого вопроса В курсе ли я В курсе Я в курсе Состояния Дорожного Полотна И тротуаров Во всех Дворах И Более того Я был Инициатором Разворачивания Целой Отдельной Муниципальной Программы По ремонту Дворов Которые мы Выполняли В предыдущие годы За Три года В 18 По-моему На квартирных Домах Во дворах Мы Произвели Достаточно Существенный Ремонт Изменения Полностью Дворовой Территории Начиная От приведения В порядок Дорожного Полотна Тротуаров И Конечно В каждом Дворе Уделяю Внимание Расширению Парковочных Мест Но Я начал Сегодня Рассказ О жизни Нашего Города В текущем Году Как раз С того Что Условия Стартовые В которых Мы начинали Этот год В том числе Финансовые В первую очередь Финансовые Не позволили Нам исполнять Целый ряд Муниципальных Программ И к Большому Большому Сожалению Поверьте Я точно Так же Переживаю За наши Дворы За наши Дороги К моему Большому Сожалению Программа Ремонта Дворов Точно Так же Подверглась Полному Секвестированию Так же Как программа Ремонта Дорог Энергоэффективности Жилищного Хозяйства Те которые Работы Мы выполняли За счет Местного Бюджета Поэтому Да Я знаю Об этой Проблеме И нет К сожалению Сегодня Нет У Бюджета У городского Возможности Исправить Эту ситуацию В текущем Периоде А выход Какой-нибудь Хоть Что-нибудь Так Или так И будем По кучкам По дворам Ездить И ходить Значит Выходы Здесь какие Есть Только Привлечение Сторонних Источников С точки Зрения Привлечения Сторонних Источников В Пару Предыдущих Лет В Тринадцатом По-моему В четырнадцатом Году Нам Удавалось Не только Городские Бюджетные Деньги Использовать На это Но и Участвовать В областной Программе Развития Дорожного Хозяйства Которая В тот момент Включала В том числе Ремонт Дворовых Территорий К сожалению Уже В Четырнадцатом По-моему Году В конце И соответственно В пятнадцатом Позицию По ремонту Дворовых Территорий Из областной Программы Поддержки Исключили Поэтому Когда мы Обращались За помощью В ремонте Дорожного Хозяйства В прошлом Году В четырнадцатом Когда мы Обращались За помощью В этом году В пятнадцатом Мы конечно Среди Городских Проблем Среди Участков Дорожного Полотна Которые Необходимо Ремонтировать В том числе Заявляли Наши Дворовые Территории Которые Нуждаются В первоочередном Порядке В ремонте Но В связи с тем Что из областной Программы Такая позиция Как ремонт Дворовых Территорий Вычеркнута Ее сейчас Нету Поэтому Эти позиции У нас К сожалению Не были поддержаны Первыми Но и На ремонт Магистралей Тоже Вот Ну конечно Удалось Выбить в этом году Но Заверяю вас Что Просили мы И надеялись На гораздо больше Вот Поэтому В настоящее время У нас Продолжает Как бы Оставаться Надежда И мы обязательно Будем прилагать К этому усилие На участие В программе Дорожного Хозяйства Программы Областного Дорожного Фонда На 16 Год Будем подавать Заявки Пока Она еще Не сверстана То есть Пока Определено Ее финансирование Но Она еще Как таковая Не вышла И мы будем Продолжать Работать Департаментом Дорожного Хозяйства Смоленская Области Для того Чтобы Вернули Включили Возможность Хотя бы За счет Средств Областной Программы Ремонтировать Не только Дороги И магистрали Ну и В том числе Доровые Территории Телефонный Звонок У нас Опять Давайте Мы послушаем Что Хотят Сказать Десногорцы Говорить Здравствуйте Здравствуйте Уважаемый Мэр Здравствуйте У меня вопрос По капитальному Ремонту Объясните Почему Мы платим Не в местный Бюджет А в Смоленск Объясните Пожалуйста Договора С нами Не заключались На каком Основании Мы платим Спасибо большое За вопрос Спасибо Спасибо Значит В первую очередь Хотел бы пояснить Что Вы платите Не в бюджет В соответствии С федеральным Законом В соответствии С жилищным Кодексом В котором Были введены Положения О капитальном Ремонте И о введении Платы за капитальный Ремонт Регулирование Этой сферы Возложено На регионы Соответственно Во исполнение Норм Жилищного Кодекса Был подготовлен И выпущен Областной Закон О системе Капитального Ремонта Который И задал Все положения Начиная От того Кто будет Собирать Кто будет Регулировать Эту деятельность Каким Правилом Он будет Жить Весь Капитальный Ремонт Смоленской Области На квартирных Домах Какого Размера Будет Платеж Все это Прописано В областном Законе О капитальном Ремонте И соответственно И федеральным Законом И региональным Законом Предусмотрен Способ Накопления Средств На проведение Капитального Ремонта Только Двух Видов Они могут Быть накапливаться Либо на Общем Счету В банке На всю Смоленскую Область Либо они будут Накапливаться На конкретном Счету Отдельного Многоквартирного Дома Но Не в бюджете Смоленской Области И не в бюджете Местном Городском Для этого Необходимо было Совершить ряд Процедур Для того Чтобы Дом Имел Возможность Собственный Фонд Иметь Накапливать Средства На специальном Счету Своего Дома Необходимо Было провести Собрание Общее Собрание Многоквартирного Дома На котором Решением Собственников Принять Соответствующие Положения Относительно Того Как будет Формироваться Фонд На общем Счету Или на специальном Где будет Размещаться Этот фонд В каком Банке Кто будет Оператором Этого Счета То есть Управляющая Компания ТСЖ Либо Региональный Оператор Региональный Оператор Это Общественная Организация Созданная Администрацией Смоленской Области Для того Чтобы Как раз И осуществлять Весь процесс Связанный С капитальным Ремонтом Начиная от Сбора И накопления Средств Граждан На отдельном Счету На котором Находятся Только средства Предназначенные Для капитального Ремонта И Соответственно Проводя Процедуры По выбору Подрядчика Проводя Процедуры По Найму Подрядчика По Проведению Ремонтных Работ На домах И по Контролю За Этими Самыми Ремонтными Работами Сам Региональный Оператор Как Общественная Организация Созданная Областной Администрацией Ни Копейки Этих Средств На Своё Существование Потратить Не может В силу Норм Закона Живет И существует Эта Организация Региональный Оператор Капитального Ремонта За счёт Средств Областного Бюджета Из областного Бюджета Им оплатят Зарплату Из областного Бюджета Им оплачивают Телефоны Бумагу И всю Работу Которую Необходимо Для того Чтобы Деятельность Фонда Продолжалась Для того Чтобы Обеспечить Ремонт А средства Которые Горожане Собирают На Производство Капитального Ремонта Который Должен Быть Выполнен В этих Домах Они Будут Расходоваться Только На Проведение Работ Связанных С капитальным Ремонтом Этого Дома Может Быть На Проектирование Работ Там Где Потребуется Где Это Связано С Инженерной Инфраструктурой Или Сложными Работами И Непосредственно На Выполнение Самих Работ Такая Форма Предусмотрена В федеральном И в областном Законодательстве Органы Местного Самоуправления В этой Не Участвуют Вячеслав Владимирович Вы Очень Счерпучи Ответили На Этот Вопрос У нас Осталось Совсем Немножко Время И Пользуясь Своим Правом Ведущим Я Все Таки Задам Вам Два Вопроса Которые Поступили Заранее И К сожалению На Этому Хотя Думаю Что У нас Еще Много Чего Интересного Осталось На Следующий Раз Нам Пожаловались Жители 6 Мехкаро Района Которые Живут В коттеджах И Около Гаражей Которые Идут Вдоль Медсанчасти И На Повороте К 180 Дому Началось Строительство Там Вырод Котлова Нагороженная Территория И Груженные Машины Вот эти Устройки Они Просто Раздавили Дорогу И К Этому Дому И туда Вниз Где люди Ходят На Работу Дети Ходят В школу Это Нетранспортная Скажем Так Магистраль Это Сообщение Для Пешеходных Вот Знаете ли вы Об этом Как Телезарь Знаете Вячеслав Владимирович Об этой Проблеме Или нет Да Действительно Я знаю Об этой Проблеме Значит Указанный Земельный Участок Мы С Аукциона Сдали В аренду Для Строительства Там Стоматологического Центра Значит И Застройщик В этом году Начал Активную Работу Но Как водится Его Активность Перешла Некоторые Рамки А конкретно Рамки Наших Правил Благоустройства Муниципальных Которых Утверждены И Соответственно Земляные Работы Которые Он Провод Действительно Привели Не только К неудобствам Горожан Но и К загрязнению Территорий К загрязнению Дорожек К Администрация Отреагировала И На Обращение Горожан И На Ситуацию Которая Там Разворачивается Выходили Специалисты Администрации Составили Протокол На Этого Предпринимателя И Буквально На этой Неделе Стоялась Административная Комиссия Где За Нарушение Правил Благоустройства По Статье Областного Закона Об Административных Правонарушениях Этот Предприниматель Был Привлечен Административной Ответственности Но Хочу сказать Сразу Что На Ответственности Дело Не Закончилось Предпринимателю Было Выдано Предписание О Необходимости Выполнения Мер По Ограничению Загрязнения Территории По Правильному Выполнению Строительных Работ В части Взаимодействия С Общей Городской Инфраструктурой Жизнь Города Вот И Поэтому Буквально На Следующей Я же говорю На этой неделе Мы уже Привлекли его К ответственности И на Следующей Неделе Мы Существим Там Контрольную Проверку То есть Если Эти мероприятия Не будут Реализовываться Предпринимателем То Он Повторно Будет Привлечен К Инстеративной Ответственности С Нарастающими Соответственно Отягчивающими Обстоятельствами Поэтому Конечно Мы Не позволим Нарушать Правила Благоустройства В нашем Городе Спасибо За ответ Значит Отреагировали Будем Наблюдать Как они Будут Справляться Вот Еще один У меня Такой Вопрос Это Не у меня Вопрос Это Наших Десногорцев Не единожды Прозвучал Накануне Вашего Визита К нам Вот У нас Как-то Очень Участились Случаи ДТП На Пешеходных Переходах В нашем Городе И Стали Обращать Внимание Что у нас Очень много Пешеходных Переходов Не имеют Положенного Освещения Либо Расположенных Как в шестом Микрорайоне На Повороте А вот Скажите Как-нибудь Будет Все-таки Решаться Эта проблема Потому что Все-таки Это Человеческие Жизни Безусловно Вопрос Безопасности Движения Дорожного Движения В городе Лежит В сфере Первоочередных Интересов Города Здесь Можно было бы Ссылаться На Обстоятельства Которые Нас Постигли В этом Году Потому что Программа Допустим По Содержанию Уличного Освещения Она Тоже Подверглась Некоторому Секвестру В связи С чем У нас На самом деле Уже Полностью Выбраны Средства На ремонт Уличного Освещения И Указанные Пешеходные Переходы Оказались Не С Отсутствующим Освещением А с неработающим Освещением Но Хочу сказать Что мы Уже Сейчас Организовали И Объявили И провели Конкурс И Планируем До новогодних Праздников Устранить Проблемы На наших Пешеходных Переходах Как минимум Для того Чтобы в новогодние Праздники Наши горожане Не испытывали Таких Трудностей Спасибо вам большое На нашу беседу Всяком случае Мне показалось Что С проблемами С городскими Вы знакомы Очень близко Со всеми Все что осталось Скажем у нас Пока за кадром Наверное Придется вас Пригласить Еще раз А может быть И не раз Поэтому На сегодня Спасибо вам Мы пригласим Всяслава Владимирович Обязательно Еще и не раз И у вас Будет возможность Задать ему Все вопросы Мы будем Анонсировать Его Визит К нам Будем передавать Ваши вопросы Можете И в промежутках Звонить Задавать вопросы Будем передавать Устраивать Пресс-конференции Потому что Глава идет На встречу Умеет отвечать За свои дела Поэтому Звоните Пишите Будем его Спрашивать Спасибо За приглашение Спасибо За оценку Моих действий Да Я думаю Что наши встречи В прямом эфире Может быть Не обязательно Со мной Все Первые Руководители Города Я думаю У нас пройдут Через прямые эфиры Потому что Общаться С нашими Горожанами Наверное Стоит чаще Если вопросов Возникает Все больше Хотя у нас Есть много Форм общения У нас Очень Развито Общение Как в письменном виде Так и в электронной Приемной На приемы К главе К замам Регулярно Горожане Приходит Но Это не означает Что этого достаточно Я вижу Что прямой эфир Востребован И поэтому Конечно Обязательно Появлюсь у вас Еще раз Спасибо Спасибо До свидания Торгей Всего вам доброго